Если сейчас кто-нибудь находится здесь в Медине и собрался делать умру, что он должен делать? Он готовится в гостинице, одевает одежду, делает гусль полное омовение и одевает одеждой храма. Использует благовоние, мажет их на свое тело, но не на свой храм, не на одежду храма. И ему надо обратить внимание тех, кто его окружает, что сейчас мы просто готовимся зайти в храм. Что касается вхождения в состояние храм, то мы зайдем в него место, которое называется Микад. И это также лучше для женщины, чтобы как ее муж, так и жена вместе сделали гусль в гостинице уже. Затем мы из Медины выезжаем в Микад. В Микаде, мужчины в обязательном порядке должны снять с себя всю одежду, раскроенную по их органам тела, как рубашка, штаны, майка, тюбетейка и так далее. И ни в коем случае после того, как в состояние храм войдет, человек ему нельзя использовать благовоние. До того, как зайдет в состояние храм, он имеет право использовать благовоние, но не на одежду мазать на свою храм, а на свое тело. Женщина, когда заходит в состояние храм, ей запрещено одевать никап, то есть повязку завязывать на лице, закрывая лицо и запрещено одевать перчатки. Однако если она носит никап и проходят рядом чужие люди, она имеет право закрыть сверху лицо, то есть не завязывать себе тряпочку на лицо, а сверху накинуть, то есть как будто полотенце на голову положил. Запрещено использование благовоние в состоянии храма, как для мужчин, так для женщин, использование благовония в состоянии храма? Запрещено в состоянии храма резать ногти, как мужчинам, так и женщинам? Вырывать волосы или же брить волосы где-то на теле или на голове? Запрещено охотиться на суше. В состоянии храма человеку запрещено жениться, женщине запрещено в состоянии никах и выходить замуж, и также человеку в состоянии храма запрещено к свою дочку или свою семью. Сестру выдавать замуж. Запрещено в состоянии храма совокупление. Также то, что предшествует совокуплению, как, допустим, нежности, разговоры какие-то, способствующие этому или же поцелуем. Когда человек заходит в состоянии храма, он своим сердцем делает намерение зайти в состоянии храма. Очень многое произносит ту тальбию, которую сейчас произнес шейх. Мужчины должны поднимать свой голос, громко произносить тальбию. Как только двигается транспорт со стороны Мекката в сторону Мекку, ему надо начинать говорить тальбию, потому что он сейчас обращен всем своим сердцем к Всевышнему Аллаху Субхан Таля.